Саламу алейкум, рахматулах и баракату. Тема нашей сегодняшней беседы является статус женщины в исламе, то есть, иными словами, отношение к женщине нашей религии и ислам. Целью нашего сегодняшнего собрания и данной выбранной темы является разъяснить и показать всем присутствующим, что женщина в исламе является счастливой, защищенной от всего недостойного и порочного, и доказать то, что ислам не угнетает, не унижает женщину и не лишает ее права на жизнь, и как ошибочно считают некоторые. Но прежде чем начать беседу, давайте для сравнения посмотрим, как же к женщине относились до ислама или вне ислама. До XIX века женщина в Европе считалась существом, с которым никто не считался. То есть, женщину за человека не считали. Так называемые ученые и философы даже затевали глупые споры по этой проблеме. Например, есть ли у женщины душа или нет. Но если есть, то какая она, человеческая или звериная. Настолько было такое отношение к женщине. Даже в те короткие периоды, когда женщина занимала относительно высокое социальное положение, будь то в Греции или в Римской империи, это вовсе не было достижением женщины как части населения. Она просто как бы была украшением для богатого мужчины. Однако при этом женщина абсолютно не пользовалась истинным уважением, как живое человеческое существо. Даже по истории тоже, наверное, вы слышали, в Индии, когда муж умирал, женщину хоронили, то есть сжигали вместе со своим мужем. Вы представляете себе, она даже не имела права дальше жить, получается. И даже в некоторых уголках Индии этот обычай до сих пор сохранился. Жену сжигают вместе со своим мужем. На Аравийском полуострове, где, как мы уже знаем, впоследствии зародился ислам, это до появления ислама, где было распространено идолопоклонничество, к женщине также относились плохо. Например, новорожденных девочек заживо закапывали. Жену могли продать, купить или подарить, как вещи. К ней относились как вещи. Что только чего-то не претерпела женщина за период эволюции человечества до появления ислама и не терпит сегодня в наше время вне ислама. Но самое обидное заключается в том, что она сама того не понимает. Иначе все женщины мира, наверное, приняли бы ислам. Если бы они знали свои права, что женщина имеет в исламе столько много прав, и что как должны к ней с уважением относиться, то все, наверное, приняли бы ислам. Здесь можно отметить примеры многочисленных жалоб девушек, которые, откровенно одеваясь внутренне, не хотят, чтобы их сопровождали похотливыми взглядами или, например, какими-нибудь замечаниями, репликами. Например, говорят, почему мне такое говорят, чего они хотят, почему так, например, на меня смотрят. Девушка даже не понимает, что дело не только в бескультуре этих парней, что дело в ней самой. Если бы она была бы закрыто одетая, то я не думаю, что к ней было бы такое отношение. А теперь сравним со всем сказанным и поговорим о положении женщины в исламе. Женщина в исламе занимает особое место, к ней особое отношение. Она рассматривается как драгоценность, требующая заботы и бережного отношения. Здесь хочется подчеркнуть, что именно истинно верующие, некоторые на одном собрании, когда я вот так сказала, что в исламе не покупаются женщины, их не покупают и не продают, мне одна возразила, сказала, а что, сейчас, говорит, не покупаются, что ли, девушки? Говорит, я именно хочу сказать, что именно в исламе те девушки, те мужья, которые истинно веруют, с крепким иманом, такого же они не будут делать. Именно вот это хочется подчеркнуть. Женщина в исламе является аманатом, то есть доверием мужчины от Всевышнего Аллаха. Мужчина несет ответственность за нее, он должен обеспечить ее надлежащим ей правами, он обязан ее защищать от негативных социальных факторов, которые наполняют нашу посредневную жизнь. Мужчина несет ответственность за детей, за общий дом, и то, что мусульманка должна иметь его разрешение на те или иные действия, ни в коем мире не является ущемлением ее прав. Так как, если он разрешит, и она пойдет, например, в то место, где плохое собрание, то он несет за это ответственность, он будет перед Всевышним за это отвечать. А если мужа нет, то, естественно, ее махрам, или брат, или отец, или дядя, опекун, и так далее. В исламской семье женщина это в первую очередь праведная жена своего супруга и хранительница домашнего очага. Супрыжество – это особая сфера человеческих отношений, включающая четкие предписания обязанностей и прав мужа и жены, где мужчина – это глава семейства, а жена – хозяйка дома. Но, однако, не следует делать вывода, что роль женщины ограничивается ее домом, семьей и домашним хозяйством. Конечно же, нет. При желании женщина-мусульманка с разрешением мужа, конечно же, или своего махрама может пойти учиться, работать, но, естественно, в рамках ислама, в рамках шариата. Но здесь следует отметить, что получение исламских знаний наравне с мужчиной является обязанностью каждой мусульманки. Таким образом, мы сравнили женщин до ислама, вне ислама и отношение к женщинам в исламе. И получается, что только ислам предоставил женщине возможность почувствовать себя личностью. Право у мужчин и женщин в исламе разные, однако они гармонично дополняют друг друга, так как во всем порядке, который устроил Всевышний, царит совершенство. Мусульманка – это не вещь, которую можно продать или купить. Это человек, созданный Богом и несущий очень важную миссию на земле, то есть продолжение человеческого рода. И тот, кто придумывает мифы о том, что ислам угнетает женщину, это враг. Который не хочет, чтобы женщина почувствовала себя полноценным человеком в обществе. Враг, которому выгодно, чтобы женщина боялась ислама, потому что мусульманку в хиджабе не заставишь крутить рулетку или продавать наркотики, или заниматься плохими делами, которые противоречат шариату и которые, конечно же, выгодны противникам ислама. Вы, конечно же, ну, некоторые могут возразить, что важно ли, а обязательно ли женщине ходить в хиджабе, не важно ли содержание, а не форма. Здесь я могу возразить и скажу почему. Считается, что лучшие из людей те, при виде которых окружающие вспоминают о Всевышнем Аллахе. Поэтому достаточно женщине надеть на себя хиджаб, и она становится лучшей. Несмотря на все разногласия, никто не станет отрицать, что при виде девушки в хиджабе мы волей-неволей вспоминаем Всевышнего Аллаха. И именно по его, именно следуя наказам Всевышнего, она одета именно так, а не по-другому. Говорят, что шайтан, перечисляя своих врагов, первым назвал нашего пророка Мухаммада, потом человека, который встает молиться ночью, а затем третьим он назвал женщину, которая одета по шариату, то есть по закону Аллаха. С этого уже можно понять настолько высокое значение именно девушки, одетые в хиджабе. Здесь, наверное, будет уместно привести пример одной знакомой моей русской девушки, которая приехала сюда, в Дагестан, вышла замуж за дагестанца, за мусульманина. И все равно же интересно спросить, а что побудило ее именно принять ислам, что было такого, что она вот решила оставить свою религию, свою семью, свой родной город, там в России, с Волгограда она приехала, и переселиться сюда, вообще в неизвестную республику, где ей все чуждо. И первый ее ответ сразу, она говорит, женщине, говорит, в исламе легко. Ты, говорит, ничего не отвечаешь за все твои деяния, за намаз, за все отвечает муж. Если следовать мужу, ну, естественно, в рамках шариата, то особо, ну, ничего женщине такого трудного нету в этой жизни. Еще можно привести хадис нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям. Это история, когда к нему подошли, к нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейху ассалям, и спросили, кого надо уважать больше, мать или отца. Три раза наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, сказал мать, а затем в четвертый раз только отца. И этим тоже мы уже понимаем, насколько значение, настолько высокое значение имеет женщина. И, естественно, вы слышали, рай находится под ногами наших матерей. То есть отношение к ним определяет благополучие мужчинам, мусульманина в вечности. Посмотрите же, человек может лишиться рая, если он не проявит уважение к матери. А мать кто? Она же женщина. Получается, именно отношение вот женщину именно ислам возвеличил. Если еще говорится, что если сделать мать недовольной и сделать Всевышнего довольным, то Всевышний, говорит, от нас будет недовольным. А если сделать мать довольной, то и Всевышний будет нами доволен. Я надеюсь, что здесь было достаточно сказано, чтобы придя домой, вы подумали об этом. и каждый для себя сделает вывод. Саляму алейкум. Твой, брат. Твой, брат. Продолжение следует...